36,7, друзья, у меня все хорошо, имею право здесь находиться. Меня зовут Роман Кирилович, всем привет, и сегодня мы снимаем в Creative States of Arsenal. Это самая большая локация Creative States в Киеве. Это сеть гибких офисных пространств, как вы знаете. Элег Книгштейн у нас сегодня появится, он был уже несколько раз на нашем канале, но сегодня у нас есть особый повод поговорить о Creative States, потому что мы запускаем франшизу этого огромного офисного гибкого пространства. Сегодня об этом поговорим, а также пообщаемся с топовыми резидентами Creative States, в том числе с Олегом Гороховским из Monobank. Я думал, только я заказал 10 выпусков Форбса, где на обложке Слава и Ирина Чечеткины я разложил на каждом столе в нашем офисе, чтобы клиенты, которые приходили, они видели, что наших клиентов публикуют на обложке Форбсе. Поэтому, если вы хотите Форбс, то вам сначала надо подойти к нам. На самом деле нет, но это не обязательно, но это неплохая, кстати, история. Я уверен, что... Илья, когда ты будешь здесь? Слушай, я не стремлюсь. У меня нет такой задачи вообще. Я думаю, что после 10 франшизы уже можно будет к ним попросить. У нас с самого начала очень серьезно заточена такая тема, как Customer Support. Customer Support – это когда мы по-другому относимся к нашему резиденту. У нас есть такой формат, который называется онбординг. Когда приезжает резидент, и наши комьюнити-менеджеры начинают, как СБУ, начинают про него все узнавать. Когда у него день рождения, когда у него там, как зовут его жену или как зовут ее мужа и так далее. Это же не анкета типа «Скажите, как ваша жена». Когда день рождения. Нет. Чем он занимается, что он любит, какие у него хобби есть, что он любит пить, что он любит есть и так далее. И потом начинают это использовать. И человек, представь себе, приходит утром на работу к себе. Причем это не обязательно должен быть какой-нибудь топ-менеджер, любой сотрудник. И у него наша там, Карина, например, у него спрашивает, как вчера побегал. А он в этот момент в полное уверенность, что она у него влюблена. А у нее это в CRM записано. Понимаешь? Вот в этом заключается фишка. То есть огромное количество всяких мелочей, когда они выберут за руки, выводят в комьюнити, вводят на хэппи-ауэр, знакомят с другими. Очень личное эмоциональное отношение с нашими клиентами. Когда мы готовили предложение для вас, по-моему, мы посмотрели на франшизы, которые есть на рынке, на международном. Мы обсуждали с тобой Regus, самая большая сеть каворкингов. И потом мы поставили фотографию Regus без всякого. Ребята крутые, у них 3,5 тысячи локаций. Видимо, они что-то понимают на этом бизнесе. И вашу. Это прям две большие разницы. Это мне напомнило, опять же, без обид, Ikea. Ikea это тоже круто, но это Ikea. Это настолько дешево, насколько это не выглядит убого. В моем понимании. Нормально. И Creative States, который, при том, что я уверен, что вот это все, оно не стоит безумных денег. Это не какая-то там, да? Это не дуб там с горы, альбиских. Да, смотри. Вот здесь вот наш секрет. Один из секретов. Потому что цикл ротации интерьеров, он сегодня, его можно сравнить с циклом ротации моды и одежды в ритейле. Каким образом? То есть ты можешь точно таким же образом купить, допустим, какую-нибудь дорогую шмотку. И эта шмотка будет стоить безумных денег. Можешь себе купить H&M или Zara. Она у тебя будет выглядеть в начале первые 1,5-2 месяца и определенное количество циклов стирок. Она у тебя будет выглядеть не хуже. Просто она быстрее выходит из состояния новой вещи. Так вот это Zara? Понимаешь? То есть как бы да, это Zara. Вот в этом и заключается фишка. То есть мы ротируем быстрее. Если у нас сломался стул, нам проще его выбросить и поставить новый. И не нужно, никто не покупает на сегодняшний день мебель, диваны по 15 тысяч евро. Никто этого не делает уже. Даже таможенники этого уже не делают, понимаешь? Ну, уже все. Шонка последний был. Да. Выехал, тренд закончился. Это никому не нужно. Вместо этого нужна постоянная ротация. Мы превратили офисную недвижимость в контент, в медиа. Это круто звучит. Офис номер 23. Так. Это что-то значит? Ну, номер школы моей, например. Значит, тут вот есть коты. Подчиняйся котам. Это новый офис. Я тут не был. В прошлом году мы были вот в маленькой комнатушке, где всю комнату занимал стол. Да. И по бокам вот торчали люди. Я так понимаю, команда увеличилась, да? Не то, чтобы. Не то, чтобы нам просто стало там тесновато. И действительно, когда там один человек говорит, а другой не может уже проводить свое совещание. Поэтому тут мы расселись немножко и стало комфортнее. Я так понимаю, это вот особенность каворкинга. Вы можете, не меняя, грубо говоря, здание, быстренько тут релокироваться, да? Это, на самом деле, была последняя свободная комната. И нам просто повезло, что мы успели вскочить в этот вагон. Так, хорошо. Но здесь приятно. Здесь, во-первых, панорамное окно. Это круто. Изначально, когда впервые мы заехали в офис, такое было ощущение, как нам страшновато подходить. Знаешь, так скажем, немножко колбасит. Сейчас абсолютно привычно. Тут максимально комфортно, потому что есть вся инфраструктура. Еду привозят, и кофе всегда есть, и не надо за этим следить. Потому что когда у тебя свой офис, ты все равно так или иначе этими вопросами занимаешься. Ты пришел, у тебя нет кофе. Ты пошел, нашел ответственную. Говоришь, что у нас нет кофе. Здесь таких проблем нет. И, если честно, нет смысла в таком комфорте находясь, развивать что-то свое, потому что вряд ли получится сделать лучше. Моя воля, я бы вообще весь офис перевез в Creative States. Здесь просто круто. Здесь такой хаб для бизнеса. Я часто называю это как общага для бизнеса. Премиум уровня. Да. Но это хорошо звучит. У вас же ассоциация. Ваш смысл, наверное... Мы сами как общага. Вы сами как общага. То есть общага в общаге. Да. Если говорить серьезно, нам нравится здесь объективно быть. Здесь невероятно комфортно. Тепло. Уютно. Здесь хорошо кормят яблоки. Отапливают. Ну, в общем, ребята в восторге нашей компании. Очень модно в плане дизайна. Как-то так оно комфортно и хорошо. Особенно мне нравится туалет детский. Я вот, честно говоря, вам по секрету скажу. Я всем клиентам нашим и гостям Creative States показываю детский туалет. Потому что вот именно дизайн. Как это сделано. С любовью. Так вот. Это вообще круто. Сколько здесь тысяч? Осторожно. Да. 4200, по-моему, метров. Вот в сумме. Это много? Ну, это до хрена вообще. Что здесь было вот сто лет назад? Здесь находился, до недавнего времени находился завод Арсенал, который выпускает, выпускал, разрабатывал, производил оружие. В Советском Союзе здесь была огромная закрытая зона в самом центре города. Когда я сюда первый раз попал, я, честно, был шокирован вот этим всем. То есть здесь, с одной стороны, застыл такой, знаешь, как в сериале Чернобыль американском? Я смотрел. В 80-е даже они вот эту стилистику взяли. Даже хрустальные эти пепельницы, которому там убить можно. То есть вот все нашли. Вот здесь вот было нечто подобное. То есть застывшее из 80-х. То есть здесь какие-то пустые банки из маргарина рама, портреты Софии Ротару на стенках, какие-то засохшие цветы. Портрет Ленина там где-то валялся. Здесь было все заброшено, умершее. И в центре стояли вот эти вот орудия. Что мы сделали? То есть мы в результате, потому что здесь раньше было место, которое производило войну. Да. Ну, производило орудие войны. Мы решили здесь сделать, убить войну и создать такое место, которое... Место мира, да? То есть поэтому посадили дерево здесь. Жизнь? Да. И это вот дерево, оно символ там жизни и развития. Мы знали Илью Кеннекштейна, и мы понимали уровень, и посмотрели вид из окна. Увидели, что Илья сделал, и сегодня я мог бы работать из дому. И когда я приезжаю в Днепр, я в основном работаю из дому. А сюда хочется ходить работать. Это для меня фактор наличия такого красивого офиса. У вас же в Днепре свой большой офис какой-то, да? Да, у нас в Днепре несколько офисов. Да. А в Киеве вы решили пойти в каворкинг. Почему? В Киеве у нас маленькая команда, человек 10 здесь находятся. И в основном это я, Миша и еще несколько ребят проектов. Ну и когда мы переехали в Киев, понятно, что делать свой офис не имело никакого смысла. То есть ты считаешь, что каворкинг это для небольших команд все-таки, да? Ну я считаю, что каворкинг это для быстрого начала работы и для небольших команд он подходит идеально. Но сейчас я вижу тренд, что и большие команды понимают, что заниматься непрофильной деятельностью, а организация офисного пространства для компании это непрофильная деятельность. И когда они начинают организовывать свой офис, они делают все неправильно. Они получают эту компетенцию за свой счет. Это дорого, непроизводительно, это отнимает кучу времени. И в результате получается не так, как у профессионалов. Но я видел один офис в Киеве у компании Джобл. Да, очень крутой. Это просто за гранью понимания. Ты бы хотел такой, чтобы был у Монобанка когда-нибудь? Ну вот что-то такое, знаешь, свой дворец. У нас есть планы построить в Днепре кампус такой, как у Эппла. Да, у нас даже площадка есть, но это другая же история. То есть когда ты делаешь кампус, ты понимаешь, что в этом кампусе это будет какое-то комьюнити, в котором ты сможешь не просто работать, а ты сможешь сделать явление. Джобл сделал крутой офис для себя. Но этот крутой офис все равно, но он не на порядок лучше, чем каворкинг, в котором мы сейчас находимся. Я думаю, что он даже сопоставим с этим каворкингом. Я просто представляю, сколько они потратили на это усилий, как много они потратили на это времени. И я думаю, что тому же Джоблу было на что тратить время, вместо того, чтобы организовывать это пространство. Вот мы находимся сейчас в каворкинге Creative States, и это объективно произведение искусства, в том плане, что здесь люди, которые работают, они получают максимальный комфорт. Это пятизвездочный отель. Мой бизнес, он связан с общением с людьми, я много выезжаю. Если мне нужно сосредоточиться по работе, я прихожу именно сюда. Именно так я выбирала вот этот мой офис, мое место. А где вы до этого сидели? У меня был свой тревел хаб 400 квадратных метров на Подоле. У нас, наверное, побывали все путешественники такие известные, которых я даже... В Тушкин был? Безусловно, один из первых. Слушайте, здесь очень классно. Вот здесь сверху батут, на который можно залезть. И вот Ирина перед съемочкой рассказала, что там лежат ее дети, когда сюда приходят. Да, да. Сколько детям лет? Ну вот кто лежит здесь 10 лет, и он, кстати, сказал, что мама, слушай, у тебя такой классный офис. Причем он был в предыдущем офисе. Все говорят, здесь же можно жить, здесь есть еда, здесь можно где поспать, здесь есть даже душ. Действительно, это офис, где можно работать круглосуточно. А в туризме это тоже немаловажно. Плюс дополнительные сервисы, которые я просто за них сейчас не плачу. Это персональный ассистент, это технический специалист, это ивент-менеджер. То есть фактически это те люди, которые у меня были сотрудниками на зарплате. Сейчас я пользуюсь сервисами самих креативных штатов. И для меня очень важно, что в моем внутреннем мире ничего не поминалось. А по деньгам, то есть там вы платили меньше, больше, чем здесь? Там аренда была значительно больше, это даже не обсуждается. Здесь фактически в 3 раза дешевле. Ребята, у меня карточка ГЕСТ, а со мной рядом Резидент. У вас есть карточка Резидент? Да, конечно. Давайте похвастаться. Ух ты, гораздо больше, чем у меня. Вы отвечаете за проект ДИЯ, вы сидите в Creative States. В принципе, то, что происходит у нас в государстве, это невероятно. А то, что еще государственная, по сути, структура сидит в частной, это прецедент же вообще? Да, это крайне необычно, скажем так. Тем более, что мы, можно сказать, Creative States переехали прямо из кабмина. Из этих стен, которые помнят еще, да? Да, да. Почему вы вообще уехали? Почему вы покинули Альма-Матер, можно сказать? Заехало 2 новых министра и отжали наш кабинет. Это можно оставлять? Я не знаю. Это какие? Это министерство спросите. Давайте имена сюда. Хорошо, это большие были министры, да? Я не знаю, их просто стало больше и кабинет понадобился. Понятно. И почему Кабуакин? Ну, насколько я знаю, давно находились в поисках какого-то там отдельного помещения, потому что, ну, как бы очевидно, что это не совсем удобно работать в кабмине. Там и по организационным причинам. То есть это пропускная система, это там секьюрность определенная. У нас как-то оператор на съемочку как раз Михаила принес с собой газовый баллончик. Я его предупреждал, что мы ели в кабине. Ну, его положили в поло? Ну, примерно, да, да. Больше он для нас не снимает. Вообще больше не издает звуков. Когда вы переехали сюда, что-то поменялось вообще или нет? У нас появилась кофемашина. В Минцифре с кофе сложно, да? Нет, у нас там была, но, конечно, уровень инфраструктурной поддержки нашего предприятия, команды, он стал намного выше. Мы тут видели фотографию Зеленского, который здесь ходит. Я понимаю, что вы не тот человек, который делает анонсы, но давно же вещь шла о том, чтобы офис президента переехал в что-то подобное. Может такое вообще быть? Не думаю. Почему? Ну, потому что офис президента – это специфическая организация тоже со своими протоколами безопасности, допусками и т.д. и т.п. И как бы очень странно будет, если это станет каворкингом. А есть у вас какие-то здесь глушилки, какие-то штуки? Нет, мы тогда глушили весь критик строится. То есть, в принципе, через окошко можно заглянуть и увидеть текущую разработку? Да, да, да. Доступ, рут доступ. Паролит Wi-Fi. В плане секретности вы не сильно паритесь? Нет, мы сильно паримся. Но у нас достойна организация данного процесса. То есть специально для вас тут что-то не делали? Ничего специально не делали. Прикольно. Все, что надо, мы сами сделали и организовали для себя еще до переезда. То есть дайте место, мы тут сами все сделаем. Прикольно. Но это круто, что можно интегрировать такие проекты в каворкинге. Какое у вас любимое место здесь в Критивстрессе? Помимо офиса, конечно. Помимо офиса и кухни, что также является очень важной составляющей любого пространства. Мне здесь комфортно в лаунж-зонах, если это под проведением каких-то даже там общих встреч. И мне очень нравятся здесь переговорки. То есть это вот место, где можно уединиться полностью. И скайп-комнаты, где ты просто бронируешься, никто не трогает, ты в своем таком вакууме. Так как все-таки я занимаюсь коммуникацией с медиа, и мне важно тоже концентрироваться на текстах и на формулировках. Вот эта вот возможность побыть в тишине очень важна. Здесь люблю X2, вот эта, которая с кожаными стульями. И люблю X9, если это уже для какой-то большой компании. Это там, где соляные стоят эти капсулы, да, такие? Да, да. И оттуда очень классный... Вид? Вот сюда? Да, да, да. Вид и очень-очень хорошо проводить фотосессии. Это уже оттестированное место, куда вот однозначно классный кадр. Инста-переговорка. Вид отсюда очень красивый такой. Знаешь, что здесь вот с таким французским таким оттенком? А кто те люди, которые вот это все делают? То есть кто это все придумывает? У меня есть команда, мы делаем все самостоятельно, мы не пользуемся услугами внешних дизайнеров. У нас есть наши стандарты. Вот эти зоны мы продумываем до мелочей. До мелочей просто, до последнего гвоздя. У нас все рассчитано с точки зрения вау-эффекта. То есть, знаешь, вот чем пространство наше берет? Тем, что когда ты заходишь, мы знаем четко, что с тобой произойдет в течение 10 минут. Да. Именно с точки зрения эмоций твоих. То есть ты, когда первый раз к нам попадаешь, мы знаем точно, на что ты обратишь внимание, куда упадет твой взгляд и какой эффект от этого у тебя будет в голове. То есть даже если ты самый большой интроверт или даже если ты самый большой циник или скептик, мы все равно знаем о том, как тебя размягчить. Мы тебя размягчаем за счет наших вот этих вот дизайнов. Мы не пафосные. Мы не снобы. То есть ты попадаешь сюда, и у тебя ощущение, что это дом. И что этот дом фактически твой. То есть можешь стать твоим. Понимаешь? Выглядит лучше, чем твой дом, конечно, но... Тем не менее сюда хочется приезжать как домой. То есть как бы вот в этом заключается фишка. То есть мы не снобы. У нас здесь ничего нет недоступного. То есть нет такого вот, знаешь, отношения к людям. Поэтому здесь и уживаются, с одной стороны, суперизвестные селебрити или какие-нибудь крутые бизнесмены и стартаперы, которые вчера запустили идею, сделали свой собственный проект и начинают его разрабатывать. Люди сюда приходят за атмосферой. Это вот офисы такие маленькие? Да. Тут есть совсем крохотные офисы. Вот эти вот комнатки. Там один стол, один стул и человек сидит. Но типа с точки зрения, если проводить много встреч, то это гораздо лучше, чем в общем. А там ты не слышишь, люди не кричат? Потому что мне кажется, когда одному сидишь в офисе, тем более в таком маленьком, можно в какой-то момент заорать. Я не слышу, чтобы они кричали, но когда вот так вот люди стоят и общаются о них под их дверью, они слышат. Здравствуйте. Хорошей вам работы. И каворкинги тебе, и капсулы сна. Тут, между прочим, можно и Netflix посмотреть. Серьезно? Да. Жалко работы много. Так бы я, конечно, лежал бы и смотрел Netflix. Так, но пользовался вообще когда-нибудь? Нет. Ты думаешь, там у коллег запара, а ты идешь лежать в капсулы сна? Ну, вообще, ты видел, чтобы когда-нибудь пользовались этими штуками? Да, я видел. В особенности люди, которые приходят с детьми, ну, работают целыми днями. Ну, ребенку поспать надо, они вот туда. И он там спит или Netflix смотрит. Сколько, говорите, стоит взломать Facebook? За доллар. Всего лишь? Да. А что это? А что нужно? А что нужно для этого? Да. Ну, жертва. Есть. И причина, да. То есть, хакеры, они взломают. Вот они сначала узнают историю, да, почему ты хочешь его взломать, да, там, если, например, изменил, да, ну, ладно, тогда там. Можно. Можно, да, да. А если там, как бы, по бизнесу обидел, то нет. То есть, есть такие хакеры-рыцари, да? Которые? Этические. Есть кодекс. Кодекс. И серьезно? Кодекс-хакеры? Кодекс. И один из главных, это нельзя хакать компания, с которыми находишься в одной стране. Угу. То есть, другие компании, другие компании из других стран можно. Потому что они идут быстро, да? В том числе. Ну, вы типа, как белый хакер или вы как кто? Ну, типа, да. То есть, вы хакаете, но во благо? Да, да. У нас был офис свой, и мы как-то даже вот находились, знаешь, на каком-то высоком этаже, вот, и в лифте, и как будто вот в тюрьме. А тут... В лифте снимали офис? В лифте приходилось, как в маршрутке, каждый раз ездить наверх и вниз. С неприятными людьми, ну? Ну, непонятными. Вот. А тут снаш, вот, поперло. Вот скачок бизнеса произошел в Критис, то есть, как только сюда приятно. Очень нравится нашим младшеньким коллегам. Настолько, что они уходить не хотят, да. Так. Тем более здесь круглосуточно можно находиться. Да. Кто-то там знакомится с другими резидентами. Противоположного пола, в смысле? И в том числе. Конечно, это такой был неожиданный бонус. То есть, я жена, двое детей. Это добавило... Нам так, что даже не мечтайте. Это добавило немножко лояльность. Больше стали дорожить тем, что они с нами. Мы достаточно знаковый арендатор для Creative States. И у нас хороший офис. Мы платим за него по полной. Никаких скидок мы не получили. Но мы ни секунду не жалеем о том, что мы здесь находимся. И я считаю, что то, что делает Илья, это очень профессиональная работа. И, кстати, я время от времени, если ты знаешь, устраиваю SEO работать на один день в разные компании. И когда я туда прихожу, у меня всегда куча советов для этих компаний по повышению эффективности. А здесь мы каждый раз, когда встречаемся с Ильей на курилке, он всегда у меня заботливо спрашивает, всем ли я доволен, как у нас дела. И все время спрашивает, что я могу ему посоветовать. И вот мы уже тут два года. И мне к своему стыду не к чему тут, как это сказать... Придраться. Да. Цензурное слово подобрал. Придраться. Не к чему придраться. То есть у меня нет для него советов. Это говорит о том, что здесь очень крутой уровень. И этот крутой уровень – это квинтэсенция того, что Илья занимается офисными пространствами давно. У него 10 тысяч часов в этом. И, конечно, он круто все делает. И он сделал из офисных пространств, и организации офисных пространств, он сделал технологию, которой каждый день занимается. То есть он знает все от того, как выбрать помещение, от того, какой дизайн в нем сделать, от того, как организовать обслуживание резидентов, от того, что нужно делать по пятницам коктейли, и от того, как удовлетворять запросы. То есть он меня встречает, я ему говорю, что круто, хочется выпить виски. Я не успеваю дойти с курилки, у меня уже в кабинете стоит бутылка виски. И это про то, как правильно делать сервис. Потому что эта бутылка виски по сравнению с той платой, которую мы платим, она капля в море, материальная точка. Но сделать так, чтобы она появилась вовремя, когда тебе хочется, и вот эта эмоция, и вот этот клиентский опыт, который он делает, я считаю, что это круто. Я понимаю, что мы сейчас делаем запись в преддверии открытия франшизы Creative States. Я считаю, что это очень качественный бизнес. И те, кто будут делать его правильно, которые будут выполнять всю технологическую карту, ну, они будут очень успешны. Рынок недвижимости коммерческая, особенно не в столице, ну, это просто ужас. Тебе негде сесть и получить максимальный комфорт для продуктивной работы. И если сделать это все правильно, точно так же, как сделано здесь, ну, это наверняка будет пользоваться спросом. Какие у вас впечатления от Creative States? В Creative States просто отлично. Думаю, главное, что я здесь чувствую эту атмосферу. Приятно, что можно общаться с сотрудниками разных компаний, узнавать людей, с которыми вы работаете каждый день. Как вы думаете, люди тут понимают вас, когда вы разговариваете с ними? Ну, здесь много людей. Я уверен, что они слышат мой акцент и думают, кто этот незнакомец, этот англичанин. Да, что он здесь делает? Но, если честно, нам нравится здесь. Это действительно хорошее место. Какое у вас любимое место в Creative States? Что вам нравится больше всего? Ну, мое любимое место здесь, должен сказать, ну, помимо вашего офиса. Да, помимо моего офиса, это, наверное, наверху мезонин. Это такой красивый уголок наверху с сиденьями. Опять же, очень коллективное место. Еще мне нравится бар вот здесь. У меня есть бар, кстати, в глубине моего дома, в саду. Так что, знаете, мне нравятся все места, где есть бар. Вам нравится Happy House? Я еще ни разу не был на Happy House, но завтра будете. Завтра, да, я в предвкушении. Ну, удачи. Спасибо. Много не пейте. Ну, никогда не говори никогда. Ты же много путешествуешь. Ты в Лондоне, когда вы работаете, вы там тоже снимаете, да? Да, в WeWork мы там сидим. Кстати, можешь какие-то параллели привести, если это будет корректно? Ну, я считаю, что здесь лучше, чем в WeWork. WeWork – это качественная история, но она очень сильно коммерческая, и там потерялась душа. Там нет… Там виски не приносят. Там нет такого жанра, что хозяин все время на территории. Илья, ну, не знаю, он половину рабочей недели, у него же много локаций, он половину рабочей недели проводит здесь. Я его могу здесь встретить чуть ли не каждый день. Ну, какой-то отрезок времени. И наличие хозяина на территории приводит к тому, что здесь сервис совершенно другого уровня. То есть можно делать без хозяина, но ты тогда получаешь все очень механистическое, и оно уже без души. Это не значит, что это плохо. Это просто, ну, шарм теряется. Вот когда хозяин в лавке, получается выдающийся клиентский опыт. Да, я думаю, что в случае с франшизой франшизи должен быть в лавке. Я думаю, что в случае с франшизой франшизи должен сам там работать. Мы, на самом деле, очень долго шли к тому, чтобы сделать, чтобы согласиться на франшизу. У нас очень многие просили сделать франшизу. Но для меня было принципиально важным в первую очередь сделать правильный продукт. И этот продукт, он состоит, на самом деле, не из десятков, а из сотен самых мелких вещей, которые в результате создают вот тот самый креатив. Вот онбординг, это одна вещь. Это минимум, вообще. Хотя это очень норма, сложная история. В результате все-таки на том этапе, когда мы уже открыли 4 локации и еще 2 локации у нас там в файплайне, мы решили, что мы в другие города Украины будем заходить через франшизу. Потому что у нас там больше, чем 2000 рабочих мест. Из них там где-то порядка 1500-1600 уже занято, заполнено. То есть в результате это достаточно большое комьюнити. То есть это люди, которые платят неплохие деньги. Постоянно. Постоянно. Это не кофе, где ты можешь сегодня в одной, здесь в другой. Ты приехал сюда, ты должен платить аренду. Да. Но при этом, при всем, мы все равно, для нас принципиально важным выдерживать не менее, чем 30% годовой беды. Мы понимаем, что в результате этот бизнес становится выгодным для наших партнеров. Очевидно, что это не маленькие вложения. Это не кофейню открыть. Это не кофейню открыть, да. О цифрах можем каких-то говорить или пока не будем у нас? Для того, чтобы сделать локацию сегодня, я не буду говорить про такую. Да, про большую. Это не совсем бенчмарк. То есть это как бы локация гигантская. Смотрите на Сенатор. Да, надо посмотреть на Сенатор, например. То есть это вложение от миллиона. Миллион долларов. Очевидно, что окупаемость не полгода. Нет, окупаемость у нас, исходя из тех расчетов, которые у нас есть, в зависимости от того, где это будет, потому что от этого зависит ценовая политика и так далее. Это же не просто там. У нас варьируется от 3 до 4, даже до 4,5 лет. В зависимости от региона. Для Real Estate это абсолютно вменяемая, адекватная история. То есть это нормальные сроки. Нельзя сравнивать с IT, например. Но когда ты смотришь на свою кофейню, это одно впечатление, когда ты, например, на такой локации чувствуешь себя просто каким-то этим владельцем замка. Да, это вместо силы. Creative States, он дает, конечно же, такую неповторимую атмосферу креатива, определенная комьюнити, потому что здесь есть и собраны, по сути, люди, которые относятся к единому кластеру. Это IT-кластер. И мне кажется, что сама атмосфера помогает им и коммуницировать вместе, и делать проекты. Ну, как-то вообще настраивать совсем на другой лад. На небанковский, это точно. И уже после того, как мы познакомились с Ильей, после того, как мы зашли в Creative, мы сделали тоже в своем главном офисе целый этаж антиофиса. Об этом тоже говорили. Очень похож по принципу на Creative States. Мы хотим дать другую атмосферу нашим сотрудникам. Мы летом начали большую такую компанию, стремительную по набору персонала, которая называлась Спарта, направленная на усиление инхауса штата разработки. И изначально идея была, что мы сюда садим спартанцев. И сначала они сказали, как же наша команда разделится, а кто-то будет сидеть здесь, а кто-то там. Наверное, лидирующую позицию тогда занял наш IT-директор Андрей Греценек. Он пришел в Creative, он снял здесь кабинет, у него здесь свой личный кабинет, и тем самым начал пропагандировать, что IT работает здесь. И за ним потянулась команда. Сначала очень осторожно. Кто-то в тестовом режиме пошел попробовать поработать с Creative States. Насколько я сейчас знаю, что ребята работают постоянно, все хотят сюда попасть. У вас какое здесь любимое место? Я знаю, у меня переговорка LEGO любимая. Если я приглашаю гостей на переговоры, я стараюсь забронировать LEGO. Собираете там что-то, да? Ну, оно, наверное, производит, наверное, вау-эффект для гостей, потому что взрослые люди не ожидают такой переговорки, и когда они заходят, почему-то все расплываются в улыбке. Возможно, это какой-то камбэк в детство происходит. И очень так, знаете, хорошо настраиваться. Вот, вау-эффект делает свое дело. Мое любимое место. Мое место – это кухня. Пройдемте. Не будем здесь стоять долго. Да, вот себя. Кухню я люблю. Не из-за того, что тут есть еда, как вы могли бы подумать. На самом деле из-за того, какой здесь вид, мне вид с этого крыла нравится больше всего. Но сначала, наверное, мы поговорим о еде, а потом перейдем к виду. Давай. Вендинговый. Прекрасный автомат. С которым мне ничего нельзя, я ничего не ем, но он есть для тех, кто любит. Перед нами основной источник пропитания резидентов – это холодильник с готовой едой. Там прямо на каждой коробочке написаны ценники, и можно подкрепиться. А это рассчитано на честность, да? То есть ты платишь деньги и берешь коробочку? Берешь коробочку, да. Потом они просто мониторят, вот видишь, открытие холодильника и оплаты. И просто, ну, не то, что там кого-то за это ругают. Цены могут варьироваться, если много воровства, наверное. Я не знаю. Вы тут дешевство не устраиваете? Не устраиваю. Кто ворует из холодильника гречаный суп? Иногда у нас тут бывают повара. И ты приходишь на кухню, есть на холодильнике меню, ты заказываешь у повара себе омлет с утра. Прикольно. И он тебе готовит. То есть это не каждый день? Нет. Вид бомбезный, конечно, на Олимпийский, да? Олимпийский, бульвар, лесе такой с перспективкой. Ночью здесь, наверное, поприкольнее, да? Ночью очень классно. Зажигаются все огни, стадион зажигается. Там, оказывается, просто люди какие-то бегают по вечерам. Тут есть лифт внешний. Вот это грузовой лифт, чтобы не возили ничего. Еду сюда доставляющую из окна? Да, еду сюда привозят не через окно, а тут есть выход на такое крыльцо, к которому подъезжает лифт. Прикольно. Да. Опа. Класс. Знаешь, мы говорили о том, что человек, который откроет Creative States по франшизе, он будет чувствовать себя владельцем такого замка. Особенно, если это у тебя находится на 29 этаже. Ты будешь выходить такой с кофеечком утром и такой, ну, это мое, конечно, все. Ах, похвадненько тут, похвадненько. Ну, да. Вот открывается перила, подъезжает лифт, выоружается наша еда. Ваша еда? Ну, наша резидентская. Мы построили всего лишь навсего, мы построили всего лишь 4 локации. При этом где мы их сделали? В Украине. Что из себя представляет сегодня Украина? Это не Голландия, это не Германия, понимаешь? Это вот этот забот. Все мы, да, при всей моей любви к нашей стране, я, тем не менее, считаю все равно о том, потому что мы по-прежнему сделали суперкрасивый проект, но в самой бедной стране Европы. Девелоперы, которые строят, они умеют делать, они умеют строить. Мы умеем не только строить, мы умеем и управлять. Жизнь сюда, вот как это делать? Конечно. Примосить. И это огромная операционка, огромное количество операционки, которая, она, это же не сприт пробежать там, и ты красавчик. То есть, на самом деле, достаточно такая длинная история, марафон. Вот, поэтому в результате, то есть на смену существующим моделям пришла эта модель. Называть нас коворкингом уже нет смысла, то есть и мы отходим от этого. Как вы себя называете? Мы называем себя оператором гибких офисных пространств. Это очень длинно. Ну, то есть, увы. Надо придумать новое слово пока. Да, то есть коворкинги, они в том виде, в котором мы их привыкли воспринимать раньше, они умерли. Все, то есть вот эти open space, в которых сидят студенты, платят там подчасовку, это не про нас. У нас сидят компании. Когда начался карантин, до этого у нас сидело очень много айтишников. Когда начался карантин, мы поняли, что айтишники пошли домой. Мы пошли в риал-сектор, начали его обучать. Сегодня у меня на арсенале 25% айти-компаний, все остальное это риал-сектор. Это туристы, юристы, бизнес-компании, которые занимаются газом, которые занимаются нефтью, которые занимаются ОСББ, которые занимаются рекламой и так далее, и так далее. Огромное количество бизнеса, который на самом деле видел для себя совершенно крутую альтернативу. И главное, да, они говорят о том, окей, да, Creative States, это не дешевая история. Но это не за счет, то есть мы здесь заполнены не за счет того, что у нас хайп и крутой проект, и все хотят быть, потому что здесь модно. Это на самом деле достаточно важная тема, но тем не менее. В первую очередь, потому что это выгодно, потому что никто не хочет рисковать, никто не хочет вкладывать деньги на длинный срок. Я не люблю называть нас самыми-самыми. Могу сказать, если использовать термин самый, мы больше всех стараемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!